Жилой комплекс «Лидер» на улице Розы Люксембург-25 не оправдывает своего названия уже несколько лет. Потенциальные хозяева этого дома не могут получить ключи от квартир. Строительство началось в 2014 году, однако уже через два года работа резко прекратилась. Застройщик обанкротился. Сейчас у жильцов наконец появилась надежда к 2024 году получить квартиры. На прошлой неделе наблюдательным советом Федерального фонда защиты прав дольщиков было принято решение о выделении денежных средств на то, чтобы данный объект был сдан под ключ и введен в эксплуатацию в ближайшее время. Первое, с чего мы начнем, это с обследования тех конструкций, которые сегодня есть. Нам, так как мы организация бюджетная и деньги федеральные, придется пройти государственную экспертизу этого объекта, получить заново разрешение на строительство и начать строительство этого объекта. До возобновления работ необходимо пройти ряд процедур, ревизию состояния объекта и выбор подрядной организации. Этим займутся уже в мае. Процесс достройки дома занятие не быстрое, а жить людям где-то нужно сейчас. Представитель инициативной группы обманутых дольщиков Руслан Садыков надеется на то, что в скором времени ульяновцы все-таки смогут переехать в приобретенные квартиры. И что на месте предупреждающих знаков и железного забора появится благоустроенная территория, а двор дома будет открыт не только для рабочей группы. Лично я вижу реальную работу и итог этой работы. Но пока, конечно, это не конечный итог, но процессы запущены, и мы понимаем, что будет неизбежный итог, а итог – это достройка данного дома. Мы действительно все рады, и дай бог, чтобы все это закончилось перерезанием ленточки и веселым чаепитием. На возобновление строительных работ из федерального бюджета будет выделено порядка 700 миллионов рублей. В настоящее время вопрос с недостроенными домами стоит на особом контроле губернатора Ульяновской области. Как подметил Сергей Морозов, необходимо не только разбираться в причинах появления проблем со строительством, но и не забывать про оказание помощи людям, оказавшимся в подобной ситуации. Лично выезжаем совместно с коллегами из городской думы по разным площадкам и разбираемся с целым спектром вопросов. Начиная от того, строится или не строится объект, финансируется или не финансируется, выполняется ли взятые на себя обязательства застройщик, качественно ли строительные материалы поступают на стройку. Как отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Василий Гвоздев, депутаты на протяжении двух лет сопровождают процессы, связанные с достройкой домов и оказанием материальной помощи пострадавшим семьям. Несколько десятков миллионов рублей уже переданы людям, оказавшимся в трудной ситуации. Благодаря этому они могут снимать квартиры и оплачивать ипотеки до момента получения ключей. Но главное, чтобы каждая семья, которой действительно нужна помощь, которая оказалась в крайне сложной жизненной ситуации из-за безобразного подрядчика, который не сдал дом в эксплуатацию, чтобы она не пострадала и чтобы она не чувствовала себя у разбитого корыта. Поэтому главные ресурсы на данный объект есть. В 2020 году было достроено 8 проблемных объектов компании «Запад». На данный момент по 9 домам уже принято положительное решение о достройке. Общая сумма средств с учетом федеральной поддержки, которая поступит на достройку жилых комплексов на территории региона – порядка 3 миллиардов рублей. Алина Тихнова, Артем Куранов, Управда ТВ.